Друзья, здравствуйте! Я знаю, что я немного опоздал со всеми этими новостями, я признаю свою вину, иногда такое бывает. Я могу опоздать с каким-то вот там, я не знаю, одним видеороликом в день, и так как мне каждый день нужно выпускать по вот одному хотя бы видеоролику, то в следующий день я могу выпустить там 2, 3, 4, 5 роликов я не могу, потому что, как вы возможно можете знать, YouTube присылает уведомление только о 4 видеороликах в день, то есть, если ты хочешь выпустить 5 видеоролик, то нужно подождать там типа 0-0, или там 0-0 по американскому времени, или по еще какому-то, то есть, я не знаю, как все это работает, как там действуют все эти алгоритмы, позади на TCS, то есть, они выпускают там миллионы своих вот этих вот видеороликов, а набирают только какие-то определенные, потому что на них именно пришло уведомление, а на другие нет, потому что все вообще зависит от уведомления, от того, как все это будет рекомендоваться, ну и, разумеется, от наполнения всего этого контента, возможно, там, я не знаю, первично это от превьюшки, от всех прочих вещей, но сам факт в том, что вот нечто подобное есть, я это уже несколько раз говорил, я это повторю там в 585, 598 и так далее во все последующие разы, потому что я, ну, как бы могу все это повторять, я могу все это делать, однако, сегодня давайте мы перейдем к новости, потому что новость на этой неделе будет всего одна, так как, ну, вот, вот так мне захотелось, да и тем более, Live Mobile больше никаких новостей не выпустил, к сожалению, поэтому я должен, как бы, ну, вообще выкручиваться из всего этого дела, потому что видеоролики выходят каждый день, по Black Rush нужно выпустить минимум и максимум 3 видеоролика, поэтому, ну, как-то вот, ни больше, ни меньше получается, но давайте перейдем к самой новости. Black Rush показали скин Доминика Торетто, который находится посреди обновленного Арзамаса, и потом тут Ромка Злобин, мой самый любимый игровой редактор, игровой журналист и игровой вот этот вот весь прочий, а сам ютубер, он пишет, типа, наверное, семью ищет, то есть, в целом, как лично мне кажется, это очень тупо, это вот прям вот эти вот все мемы с Домиником Торетто и вот со всеми прочими людьми, которые там потом пошли из всего этого ТикТока, то есть, все мемы сейчас идут из ТикТока, если раньше мемы были откуда, то есть, там, я не знаю, Зелёный Слоник, да, вот Светлана Баскова сняла фильм, вот это мем типа появился, потом там какие-то начали чуваки видосы заливать именно на Ютуб, и вот с Ютуба как-то всё это пошло, сейчас мемов настолько много во всём этом ТикТоке, что они превращаются в звуки, потом люди снимают, там, я не знаю, ТикТоки под все эти звуки, и потерялся вот этот вот, знаете, первоначальный смысл мемов, то, что это что-то такое шакальное, снятое вот с первого дубля в первый раз, то есть, пойман удачный кадр, и сейчас это просто, ну, это не то, то есть, понимаете, я как старый дед, возможно, выгляжу, но мемы из ТикТока, чуваки, это не то, они не такие смешные, они не такие ламповые, то есть, понимаете, Даже Enjoykin перестал выпускать песни На все вот эти вот мемы, на все вот эти вот прочие вещи Потому что все мемы стали из ТикТока Вся музыка теперь в ТикТоке Все мемы в ТикТоке, все возможно Какое-то новостное поле, возможно какая-то вся вот эта вот пропаганда Она теперь вся в ТикТоке И меня это бесит, потому что раньше То есть было хотя бы какое-то разнообразие Всех этих сайтов, было какое-то разнообразие Всех этих мемов и того, откуда они вообще брались А сейчас просто всеми вот этими Мемами командует ТикТок Я жду, не дождусь, когда вот эта вот вся платформа Когда весь этот гадский, гадкий видеосервис ТикТок, когда он уже просто обанкротится, умрёт, его продают каким-нибудь Майкрософтом, и они ничего не смогут с ним сделать, и по итогу будет какое-то полное говнище, говно, залупа и пенис хера. Я не знаю, когда у нас, блядь, в России забанят ТикТок, но надеюсь, что рано или поздно это всё будет, потому что ТикТок, блядь, ну это просто, это адовая хуйня, это настолько, блядь, ненужное говно, насколько это только может быть. То есть, сам формат вот этих вот 15-секундных видеороликов, которые, ты вроде бы посмеялся, но это такой фастфуд для мозга, и ты ничего не запомнил по итогу из всех вот этих вот минут, то есть, они не стали какими-то легендарными, нету каких-то охуительных фраз, которые были раньше, то есть, просто такое говно. И к чему я всё это веду? Скин, ну, наверное, Black Rush, она просто хочет соответствовать всем вот этим вот трендам новомодным 2021 года, 2020 года, и всем вот этим вот прочим трендам из ТикТока, типа, школьникам понравится, они будут покупать все эти скины, да господи, я бы сам купил весь этот скин, потому что, ну, почему бы и нет, типа, это очень было бы постиронично, смешно, прикольно и так далее, и я бы такой, типа, семья, ты знаешь что-то про семью? А вот про семью что-то, знаешь, а вот семья, да, семья, знаешь, family, вот это вот тренды, вот этот вот трек, Young Trap и Morgan Stern, знаешь, что это вот всё, а вот так вот, да, иногда такое бывает. Так вот, друзья, что я хочу сказать вам напоследок, любите свою семью, цените, если она где-то далеко от вас, то позвоните ей, или там, если они близко, то подойдите, обнимите всех их, отпишитесь по поводу всего этого в комментарии, вообще будет всё хорошо, круто и классно, я играл на одиннадцатом, серваке Индиго, там есть ссылка на скачивание лаунчера в описании, там же мой никнейм Данила КПРФ, там же мой промокод, хэштег ЗДС, всё это вводите при регистрации, промокод уже после регистрации на втором левеле, и всё у вас будет замечательно, хорошо и отлично. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до свидания, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok